Здравствуйте, товарищ Рыбалова! Сегодня хочу немножко рассказать о таком поводке от фирмы Агат. Называется он Single Strand Titanium Jackbait Leader. На мой взгляд, поводок при ловле щуки это, так сказать, очень немаловажная вещь, которую не стоит пренебрегать. Он наряду стоит, как влажен сам пиннинг, катушка, леска, приманки. И также далеко не на последнем месте стоит поводок. Поводки бывают разные. При джерковой ловле используют абсолютно разные поводки. То есть, начиная от стальной струны и заканчивая, в принципе, флюрокарбоном, довольно-таки большого диаметра. На мой взгляд, предпочтительно использовать поводки из материала, так сказать, из титанового сплава. Данные поводки, в принципе, довольно-таки долговечные, устойчивые к каким-либо физическим воздействиям. И также очень эластичные и, в принципе, не сохраняют форму. То есть, у них нет памяти металла. То есть, даже вот я его скручиваю, и, соответственно, он выпрямляется такой, какой он был. Этот поводок у меня уже достаточно давно. В принципе, это мой основной поводок. У меня, в принципе, у меня всего-то на джерке, всего на данный момент временно два поводка. И вот этот мой основной, 30-сантиметровый, от фирмы Агат. Выдерживает нагрузку он до 100 либров. Это примерно, если в килограммах, то это примерно около 45 килограмм. Либо 45 с копейками, но не столь важно. Естественно, при забросах у меня случались бороды. Но благо у меня этот поводок ни разу меня не подвел. То есть, он не лопнул. Обычно у дешёвых титановых поводков, либо похожих на них, есть такая болезнь, что они лопаются как раз-таки в местах соединения с карабином, либо же вертлюгом. Вот это вот место у них такое самое болезненное. Если материал некачественный, оно разрывается. И вот, в принципе, я использую шнур Косодака Инфинити в 0,40 диаметре с этим поводком. У меня даже немножко осталось после прошлой рыбалки. То есть, я напрямую, без всякой лишней фурнитуры привязываю шнур к поводку. И, естественно, такой монтаж мне ни разу не подводил. Данные поводки изготавливаются из материала, который производится в Соединённых Штатах Америки. Материалы качественные. С двух сторон данный поводок обжат трубкой многосекционной. И так же с обоих сторон. Ну и плюс ещё одет такой кембрик из термоусадочной трубки. Довольно-таки плотная. И, соответственно, с другой стороны аналогичная система. Сверху я уже одевал, так сказать, свой, поскольку поводком пользуюсь очень давно. И так или иначе, всё равно термоусадочный материал не настолько прочный. Ну, в принципе, это не мешает ничего нам одеть свою термоусадочную трубочку. Немножко обжечь, чтобы она уселась. И вот, в принципе, всё почти как было. Застёжка заслуживает отдельного внимания. Застёжка довольно-таки мощная. Ни разу у меня не расстёгивалась при использовании очень крупных приманок. Весом в 100 и более грамм. То есть, под нагрузкой, выдирая её с корягой, либо же с, так сказать, с огромным пучком травы, то есть, ни разу не подводила. И также на вываживание рыбы никаких проблем с этим нет. Так что не стоит пренебрегать поводками. Стоят они, конечно, вот такие поводки по сравнению с самодельными, конечно, подороже, но, честно говоря, они того стоят. Свои деньги они отрабатывают на все 100%. Так что поводки действительно стоящие. Рекомендую всем к приобретению. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.